Благословений вам, дорогие мои друзья! Хочу сегодня немножко вот с вами вместе поделиться с вами размышлениями такими о подсознании, о сознании нашем, о том, как мы мыслим, как мы думаем, почему какие-то вещи к нам приходят, мы даже не отслеживаем их в своём разуме. Они просто рождаются легко, мы даже не задумываемся. Вот как сердце бьётся, мы же не думаем, как каждый удар сердца, как лёгкие дышат, мы не думаем тоже об этом, как мы вдыхаем воздух, мы даже не задумываемся. Глаза мы открываем, смотрим, мы не думаем об этом. И вот мысли тоже есть, вот есть какая-то вот, ну разница есть между сознанием и подсознанием. Вот в подсознании у нас есть информация, которая, она уже там вложена, она уже сформирована, и она уже легко и просто всегда выходит и через наши уста, и в наш разум приходит. На что бы мы ни посмотрели, из подсознания уже есть вот какие-то движения, какое-то из подсознания, которое нам даёт мысли определённые, даёт какие-то эмоции определённые в отношении того, с чем мы сталкиваемся в этом мире, во всём, что нас окружает. И вот это вот подсознание, оно, вот оно именно и содержит вот то, кем я являюсь внутри. Вот это сердце человека, вот это, ну вот тайные там, которые там у нас есть, которые в тайне мы даже не понимаем до конца. Вот эти все движения наших мотивов, все движения мотивов, мысли наших движения, вот это всё, оно происходит, мы часто не отдаём себе отчёт. Так вот, я задумался о том, как вот Евангелие, насколько мы принимаем Евангелие, насколько люди могут вот жить Евангелием, не задумываясь даже об этом. И я понял, что это зависит от того, насколько мы приняли его верой, насколько мы растворили его своей верой, и насколько оно просто создало основание вот там где-то глубоко, где наш разум даже не может туда проникнуть. Мы не можем даже мыслями туда проникнуть. И кто знает, что в человеке, кроме Духа, живущего в нём? И вот этот Дух Святой, который во мне живёт, Он всё знает. Но я не всегда могу вот эту информацию ей оперировать даже в своём разуме. И вот я на примере Евангелия взял. Просто вот это очень такой хороший пример. Вот насколько Евангелие, оно живёт в моём подсознании. Насколько я принял Евангелие и живу им. Насколько, вот самое первое, что, ну, насколько проникло Евангелие в моё подсознание лично. Я самое первое, как я могу определить, это насколько я радостный человек. Потому что, ну, Евангелие, это радостная новость. Если она проникла в твоё подсознание, она просто вот, ну, даже без того, чтобы тебе сильно размышлять, она всё время в тебе живёт, то это будет всегда вызывать радость. Это всегда ты будешь переживать радость. Евангелие, когда оно глубоко во мне, когда я живу Евангелием, когда вот я действительно несу его в себе и просто живу им, я всегда буду переживать радость, всегда буду испытывать эту радость. И чтобы оно вошло в подсознание, мне нужно через, вот через сознание установить вот там такую, ну, платформу такую, создать внутри себя, в своём подсознании, чтобы в любой ситуации я всегда исходил из Евангелия. Что же такое Евангелие? По сути, если в двух словах сказать, ну, мы знаем, что это смерть, погребение, воскресенье Иисуса Христа, ну, вот я ещё больше так упрощу, это значит, что всё плохое уже уничтожено, жертва Иисуса Христа на кресте, уже завершённая работа Иисуса Христа, уже всё это завершено. И всё плохое, что может быть в моей жизни, оно уже умерло в Иисусе Христе. Иисус взял это всё на себя и пошёл на крест для того, чтобы это всё умерло и больше не имело власти в нашей жизни. И всё хорошее – это когда Иисус Христос воскрес, и все благословения, которые Ему принадлежат, вся Его слава, Он просто её как подарок дарит каждому, кто примет. Вот здесь вот есть и вопросы вот этой трудности большинства христиан, не говоря уже о неверующих людях. Чтобы быть постоянно радостным, нужно постоянно принимать вот то, что через завершённую работу Иисуса Христа принадлежит теперь по праву каждому из нас. Все эти благословения, которыми Бог благословил нас в Иисусе Христе, они вроде бы в небесах. Вот почему нам нужно это верой принимать и жить всегда в этом. И весь мир, он всё время будет тебя настраивать на то, чтобы только ты не жил этим, чтобы ты даже перестал так мыслить, что это возможно. Понимаете, вот мир так устроен, что он всегда выставляет нам какие-то, ну, такие причины, такие веские такие причины, выдвигает аргументы такие, чтобы мы убрали куда-то эту радость, чтобы мы убрали куда-то вот это Евангелие, которое вот, ну, уже оно само за себя говорит. Если всё плохое уничтожено, то я не смотрю на плохое, мне не нужно на него смотреть. Как не смотреть, когда люди... И война сейчас идёт, и столько всяких проблем, столько страха в этом мире, болезни всякие есть, и есть какой-то неуверенность в завтрашнем дне, и люди всё время живут вот в этом всём, варятся. И почему в этом варятся? А потому что нету подсознаний, вот не создано вот это вот, ну, основания вот этого нет. Основания Евангелия Иисуса Христа. Потому что, ну, полнота радостей пред лицом Отца нашего Небесного. И Евангелие – это радостная новость, она всегда нам свободный доступ открывает к престолу, в присутствие Божье. Вот там, пред Его лицом, в Его славе, ты всегда легко можешь сам входить. То есть, уже не будет тебя Бог за ручку вести, Он уже всё сделал, уже завершил свою работу. Теперь я верой через причастие, вот, через осознание того, что вот кровью Иисуса Христа я иду путём новым, живым путём, который Он открыл мне вновь через завесу, то есть плоть свою. И вот это вот и есть, ну, тот путь, который, если у тебя есть утверждение в жизни Евангелия, евангельское именно, вот, познание Евангелия настолько, что оно просто в подсознании у тебя, то ты всегда будешь там находиться, ты всегда будешь в этой радости совершенной. Он дал уже эту радость совершенную. И, знаете, мы когда смотрим на этот мир, он всё, он крадёт радость. Иисус таки сказал, Он говорит, Я даю никак мир. Вы в мире не найдёте никогда этого. Какие бы вы там ни были умные, хорошие, правильные, ещё бы хорошего не хотели сделать, и как бы вы ни мыслили хорошо, но там вы не найдёте. Это только вот там, пред лицом Отца Моего Небесного, только вот там, в этом тронном зале, куда ты можешь приходить или можешь не приходить. Это уже твой выбор. И вот здесь выбираю я или жизнь, или смерть. Потому что всё, что в мире, это, ну, это смерть. Это всё, что, ну, это всё, Иисус умер уже, вот в нём это всё уже умерло. Павел говорит, что для меня крестом Иисуса Христа, этот весь мир, он распят уже, он мёртвый для меня. И я себя чувствую мёртвым для этого мира, потому что я распят тоже крестом Иисуса Христа для этого мира. И теперь я живу для Бога. А если я для Бога живу, значит, я всегда живу в Евангелии, в радости. Я эту радость всё время в себе несу. И сколько, вот я сейчас даже говорю и понимаю, сколько в жизни, в моей жизни, сколько причин, чтобы так не мыслить и не думать. А Иисус говорит, я даю вам мир, мой даю. Не как мир даёт, я даю вам. Я, говорит, даю вам радость эту. Просто прими, и никто её отнять у тебя не может. И оказывается, наше мышление, понимаете, вот что происходит? Подсознание, всё, что в нашем подсознании, оно управляет. Оно управляет всем нашим мышлением, всем нашим отношением ко всем, что происходит, моими эмоциями, моим сознанием, тем, что я говорю, управляет подсознание. Мы даже не задумываемся об этом. Когда мы разговариваем, мы даже не задумываемся. То есть управление моей жизнью происходит из подсознания, из Духа, из Духа Божьего, потому что я соединён с Господом, и есть один Дух с Господом. Мой Дух – это Святой Дух. И вот если я в один Духом Святым, вот помазание, оно внутри меня, оно истинно, оно не ложно. Мы все имеем это помазание Святого. И оно учит нас всегда. И говорит, что то, что оно научило, в том пребывайте. А мы же, заметьте, что мы всё время хотим в чём-то вот в процессы выйти, вот войти в процессы, и потом, исходя из этих процессов, начинаем реагировать на происходящее. А нам нужно учиться реагировать, исходя из того, что пред лицом Отца находится. И представьте, вот я сейчас говорю, многие понимают, насколько это непросто. Это нужно сломать, просто, ну, свою какую-то вот… Вот там есть в нашем разуме, есть какая-то твердыня, которую нужно сломать. Вот это и есть обновиться Духом Ума сначала, и потом пройти вот через это преобразование, обновлением мышления твоего, чтобы ты не сообразовался с веком Сим, но преобразовался обновлением Ума своего. И как же это происходит? Что это значит? Вот что значит, ну, насколько я могу понять, вот управление Евангелием моей жизни, я могу увидеть, насколько я в радости хожу, насколько я любую ситуацию своей жизни начинаю смотреть на нее через завершенную работу Иисуса Христа. Вот, допустим, самую простую такую возьму, вот болезни, какие-то болезни приходят, какое-то вот, ну, заболевание тела. И что в моем подсознании вложено, как я реагирую? Или я реагирую так, что болезнь, ты не имеешь никакого права находиться в моем теле, и никакой власти не имеешь над моей жизнью, над моим телом, над моей душой. Поэтому уходи прочь, я не буду даже думать, что ты как-то вот можешь на меня влиять. По одной причине Иисус Христос своими ранами исцелил меня уже от всех болезней. Он взял все мои немощи и болезни и своей жертвой уничтожил на кресте. Ранами Его мы исцелились. И теперь Он воскрес. Иисус воскрес. Евангелие. Иисус воскрес. Умер и воскрес. Значит, теперь Он дает мне, Он подарил мне свое божественное здоровье. И я здоров. Мое тело, оно всегда само восстановится, даже если какая-то есть, ну, простуда там, или какая-то болезнь даже, даже серьезная болезнь. Есть в теле какие-то вот такие вещи, вложенные уже Богом, что происходит какая-то генерация, какое-то восстановление, вот оживление приходит. Ну, обновляется юность моя подобная Орлу. Есть такое понятие обновления клеточек вот в тело нашего. Даже клетки головного мозга обновление происходит. И в каждой клеточке есть регенерация, деление клеток есть. Рождаются новые клетки. Все время вот в этом организме, в этом теле. И когда я верю в Евангелие, и Евангелие основания моей жизни, то с любым, вот когда симптом какой-то я чувствую, переживаю, я сразу же говорю, а я здоров, потому что Иисус воскрес. И я имею божественное здоровье Сына Божьего. И вот здесь уже процесс каждый лично проходит. Тут уже никто никого научить не может на словах. А только когда ты сам проходишь через это, когда ты переубеждаешь сам себя, сам себе проповедуешь Евангелие, когда ты сам себя утверждаешь в этом, ты понимаешь, что действительно я буду лучше верить в Евангелие, я лучше буду отрезать плохие мысли. Вот мысль пришла, что-то заболело. Все, я заболел. А что это будет? Сколько дней я проболею? И чем мне лечиться? Надо к врачу идти. И может в больницу положат. И так далее, и так далее. И я умру. И закончится там вообще уже тебя похоронили. В твоих мыслях. И нужно научиться обрезать эти мысли негативные. Вот эти плохие мысли, их нужно обрезать просто. И их нужно научиться обрезать вот там, на уровне подсознания, на уровне своего сердца, на уровне вот там, в духе. И как это делать? Плохая мысль пришла, а я сразу сознательно ее отрезаю. Я просто говорю, просто. Вот она пришла, я говорю, так, я чувствую сейчас вот эту боль, и эта мысль сейчас хочет мне эту боль навязать, чтобы я ходил с ней. Я отрезаю сейчас эту мысль во имя Иисуса Христа, потому что Иисус исцелил меня своими ранами. И я теперь имею божественное здоровье Сына Божьего. И я теперь здоров. И я не могу болеть. И я не хочу принимать, и не буду принимать даже мысли об этой боли и этой болезни. И вот здесь уже зависит от каждого лично, насколько я буду в этом развиваться, насколько даже, знаете, даже если придется, я по себе вот беру, я завтра, кстати, тоже иду в поликлинику, и у меня сейчас очень такие, ну, гаймориты, и я серьезно переболел. И я понимаю, что это, ну, вот сейчас эти мысли не случайно пришли, потому что, когда боли сильно уже меня доняли, я где-то сдался, я перестал думать так, что я здоров. Я перестал, я начал искать лекарства, я начал искать, ну, помощи, врачей и все остальное. И я вот понимаю, что насколько я верю в Евангелие, настолько я буду в мыслях своих вот стоять на этом, на том, что сделал Иисус Христос. Это только об исцелении говорю. А это же все в нашей жизни так. Абсолютно любая ситуация. Иисус умер и уже завершил все на кресте, что нужно было сделать. Сказал, все, свершилось, работа закончена. Теперь задача наша, кто поверит слышанному от нас, кому открылась мышца Господня. Я вот в воскресенье мы разговаривали о тайне сердца, которые обнаруживаются. И интересно, тоже очень-очень интересный такой стих. Вот здесь 1 Коринфянам 14 глава, 24-25 прочитаю. «Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падает ниц, поклонится Богу, и скажет истинно с вами Бог». И вот я раньше всегда думал, вот так меня научили, что вот неверующий заходит, грешник, ему все говорят, «Ах, ты грешник такой-сякой, вот мы тебя осудили, покайся, и все будет хорошо». И вот здесь я увидел совсем другие вещи. Здесь же пророчествуют, все пророчествуют. Мы имеем вернейшее пророческое слово. Это же Евангелие Иисуса Христа. Когда мы говорим, вот здесь в третьем стихе написано, «Кто пророчествует, тот говорит людям, в назидание, в созидание, выстраивая человека сломанного, в увещание». То есть он говорит такие, ну, находит слова, чтобы поддержать, укрепить человека, чтобы уговорить его, вот, ну, чтобы он увидел, переубедить его как-то, и в утешение. То есть, чтобы он через веру принял это утешение, реально, чтобы он утешился Евангелием. Только Евангелие может утешить тебя. И пророчество Нового Завета, вот это и есть, когда люди говорят о том, что сделал Иисус Христос на кресте, о его завершенной работе. И когда все будут пророчествовать, смотрите, что происходит? Тайны сердца обнаруживаются у этого человека. Он начинает видеть, что он-то думал вот так, он видел это так. Дух Святой начинает открывать. Когда он слышит слово о кресте, Дух Святой начинает внутри человека работать. Он обнаруживает тайны сердца своего. Он обнаруживает вот эти вещи, которые привели его в какое-то состояние, вот такое нехорошее. И он чувствует, как Дух Святой работает, слыша всех этих людей, видя радость. Он понимает, конечно, он сокрушается, он падает вниз. И, конечно, он обращается, говорит, истинно с вами Бог. И он получает исцеление от Духа Святого, ранами Иисуса Христа. Он принимает божественное здоровье, с силой Божьей приходит это все обновление в его жизнь. И вот это и есть, ну, понимаете, судит, не Бог судит, и не люди судят, когда пророчества говорят, а он всеми судится в том, что тайны сердца его обнаруживаются. И он сам понимает, он рассудил. То есть, ему показывается истинная картина, он начинает понимать, что действительно без Иисуса Христа ничего в жизни хорошего нет и быть не может. Без его завершенной работы на кресте, вот слово о кресте, это же для нас сила Божья. И без слова о кресте у человека нет вообще способности даже поставить все на свои места и увидеть даже, что в его сердце. Он не может даже обнаружить вот те проблемы, которые в подсознании его уже заложены, вложены. Там настолько, там железобетон уже вот этих подсознаний, всех вот этих неправильных образов и мышлений, подходов во всем в жизни. И вот, ну конечно, об этой теме я понимаю, что нужно много говорить. Я знаете, вот мне говорят многие, что зачем ты так долго говоришь? 5-10 минут скажи и все. А я пока начинаю, вот ну, чтобы рассказать, чтобы самому это все прочувствовать, чтобы вот то, что во мне живет, это начало передаваться. Нужно как-то вот рассказать, объяснить это. И, ну, я вам скажу, что, ну, если, смотрите, я еще раз скажу, потому что, ну, я понимаю, что может быть не всем это нужно, не всем это нравится. Я, ну, просто мне Бог сказал когда-то еще давно, когда я начинал только записывать, Он мне сказал, ясно, все друзья, которые есть у тебя на Фейсбуке, в Мессенджере, в Вайбере, там, в WhatsApp, в Телеграме, всем друзьям отправляй все вот эти откровения, все эти записи, которые, ну, то, что мне Господь дает и открывает. И, причем, он настолько ясно мне это говорил, что я просто даже, ну, не сомневаюсь, что нужно всем отправлять. И потом просто понял, что вот, ну, уже несколько человек мне сказали, что вот, ну, мне неинтересно, я не хочу это слушать. И я вот сейчас задумываюсь, что я не хочу никому навязывать, я не хочу, чтобы, ну, как-то, я прошу вас, если вы слышите и не хотите, ну, чтобы я вам отправлял, то вы мне дайте знать как-то. И я постараюсь, ну, вот из общего этого списка как-то, ну, выделить вас, чтобы, ну, не отправлять эти размышления. Потому что надо долго, и кому-то неинтересно, может быть, и не нужно, может, кому-то. И тем более, я не хочу, чтобы кого-то еще раздражало это. Это вообще, ну, не дай Бог. Ну, друзья мои дорогие, я все это делаю, ну, только из любви к Иисусу, только ради Иисуса Христа. И если, ну, если вам это помогает, я очень рад. И я очень рад, еще раз повторюсь, когда вы задаете мне вопросы, когда вы делитесь своим мнением, когда вот что-то вас, ну, коснулось вашего сердца, и вы говорите, ну, как вы это видите, можете как-то, ну, дополнить что-то. И вот, ну, пожалуйста, отзывайтесь. И как-то, если бы сделать так, ну, чтобы было более, ну, более ясно, кому это нужно, чтобы я отправлял только тем, кто действительно, кто хотел бы слушать, ну, это и как-то размышлять со мной вместе. Хорошо, дорогие, пусть Господь благословит всех нас, всех нас. Мы все в объятиях любви Христовой. И пусть наша вера всегда действует только любовью Отца к нам. Вот это единственное, что нам нужно. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...